Экспозиция расскажет о героической защите Брестской крепости от неожиданной атаки немецких войск в первые дни Великой Отечественной войны. Трехмерная панорама, такой формат у этой выставки, помогает представить, какой была обстановка 22 июня 41-го в ее центральной части. Если кто-то когда-то был в панорамах, то он поймет, что это нечто иное, что здесь мы с вами попадаем реально на поле боя, на поле сражений, и мы увидим бой за Брестскую крепость как со стороны улиц, так и со стороны казематов, казарм. Причем здесь самое главное – это люди, это рассказ о людях, о тех героях, которые в первые дни войны выполнили свой долг, выполнили свою воинскую присягу. В выставочном зале посетитель находится среди казарм, подвалов, внутреннего двора, берега реки. Выставка носит название «Герой Брестской крепости». Образы ее защитников запечатлены в скульптурах, для многих из которых прообразами послужили реальные участники тех событий. Один из них – капитан Иван Зубачев, уроженец Рязанской губернии. Он руководил обороной цитадели вместе с другими командирами. Они сейчас принимают решение о том, что делать защитникам Брестской крепости, и возможно на столе будут разложены документы, и мы увидим что-то похожее на черновик приказа номер один, легендарный приказ номер один. И мы знаем, что он был составлен капитаном Зубачевым, именно поэтому он в центре, он здесь, и они как раз составляют этот черновик документа. Война вырвалась в выставочный зал. Ночью 22 июня 41-го по спящей крепости открыла огонь вся имеющаяся в 12-м армейском корпусе артиллерия вермахта. От Брестской крепости серьезного отпора немцы тогда не ожидали. Основные силы гарнизона отбыли в летние лагеря. В самой крепости остались семь батальонов – ремонтники, тыловики и семьи офицеров. Те, кто в ней находился, как они выглядели и что их окружало, мы видим сегодня на экспозиции. У нас есть идея показать в этом окне командира, его жену и детей, поскольку на территории Брестской крепости находились не только военные, но еще и мирные населения. Поскольку это действительно было, мы это действительно показываем. Сейчас в этой стороне художники дописывают баннер, это последние штрихи. И на живописном полотне мы видим, уже происходит бой. Это внутренний двор цитадели, где происходит сражение днем 22 июня. Бойцы вермахта и против наших красноармейцев, многие из которых не успели одеться, не успели взять вооружение с собой и сражаются подручными средствами. Сейчас уже понятно, что экспозиция займет около 400 квадратных метров и зритель сможет буквально окунуться в жестокую атмосферу того дня. Для того, чтобы впечатление осталось сильным. Над каждым элементом тщательно работают художники. Чтобы человек зашел и увидел атмосферу войны, чтобы создать фактуры натуральные, которые были в те времена по цвету, по живопису, по краскам, чтобы все было достоверно. Но особенность в такой экспозиции – это не только передать в красках реальность давно произошедших событий, но и показать историю, которая кроется в деталях. Перед нами герой. Сейчас над ним еще ведется работа. Мы видим, что у него будет топор. Причем такая деталь – топор будет взят с пожарного щитка. То есть мы понимаем, что в первые минуты, естественно, где-то царила паника. Склады с вооружением находились отдельно, с боеприпасами отдельно. То есть в первые секунды, в первые минуты была нехватка вооружения. Мы показываем, что этот молодой боец, схватив топор как раз со щитка, спрятался за броневик и поджидают немцы здесь. Организаторы выставки уже известны во многих городах России. Идея принадлежит команде «Невский баталист» из Санкт-Петербурга. Все их предыдущие выставки были также посвящены событиям Великой Отечественной войны. «Основа нашей команды – это поисковый отряд в Сильбурге. То есть мы много лет занимаемся поиском солдат. И через призму поисковых работ рассказываем, показываем о войне. То есть не просто взяв исторический аспект, посмотрев фильмы, нет, она гораздо глубже и ближе. А для меня Брестская крепость – это символ мужественности и стойкости. Это память о моем детстве, когда я помню, что в гостиной у моей бабушки были сувениры из Брестской крепости и открытки, которые я рассматривал». Выставка «Герои Брестской крепости» начнет работу с 3 сентября в здании бывшего торгового центра «Полсенаут». Продолжение следует...